Всем большой привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня я расскажу вам и покажу, как я делаю вот такой простой базовый макияж для видео. Я надеюсь, что вам понравится оно. Это будет очень легкий, простой и быстрый макияж, поэтому я думаю, что его можно применять как на каждый день, так и куда-то на выход, добавляя какие-то оттенки или делая акценты на тех частях лица, которые вам нужно подчеркнуть. Также подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, я вас всех там жду и приятного просмотра! И да, не обращайте внимания, у меня сейчас очень красные участки на лице, какие-то недостатки, потому что я прохожу сейчас пилинги у косметолога, и у меня отходит кожа, она красная, раздраженная, но все будет хорошо, я очень надеюсь на это. Так, первое, с чего мы начинаем, это тональное средство. У меня тональное средство от Lancome, оно мне очень нравится. Это тональное средство для жирной кожи, написано также, что оно некоментогенное, и у меня оттенок 008. По-моему, это один из самых светлых или самый светлый оттенок, который вообще у них есть. Сначала хорошо взбалтываем и наносим. Я сейчас буду наносить кистью, но для жизни я выбираю чаще бьюти-блендер, потому что он на самом деле очень тонкое покрытие может сделать, и оно прям такое незаметное, мне очень нравится. Кистью я выбираю также дуофибру, ну, хотя это, по-моему, не дуофибра, а ее подобие, для того, чтобы сделать тоже такой неплотный, более легкий тон. Несмотря на то, что я снимаю видео, я не хочу как-то себя сильно замазывать и прямо маску делать на лице. Не могу сказать, что это мое самое любимое тональное средство, но я им пользуюсь уже несколько месяцев. Это о чем-то, наверное, это говорит. Какие-то суперявные недостатки я замазываю обычно вот этим консилером от NARS, он мне очень нравится, но под глаза я его не использую. Под глаза я купила недавно на каждый день средство от Eves Saint Laurent, оно мне очень нравится. Это оттенок 2, такой консилер с кисточкой. Еще все говорили про аналог как раз, по-моему, Лориалевского, у меня он тоже есть, но у меня на него ожоги на коже появляются, и это очень стрёмно. Я, кстати, его давно не пробовала, может, сейчас стоит заценить, но мне прям страшно до сих пор. Давайте немножечко нанесем. Я прям совсем немного, потому что мне особо нечего замазывать, во-первых. А, во-вторых, тон достаточно хорошо так распределился, можно без этого обойтись. Также можно немножко уголок губ поправить. У меня здесь было раздражение после пилинга как раз, и оно не заживает очень долго. Забыла сказать, пока мы красимся, обязательно наносите бальзам Таку, потому что он, пока мы дойдем до них, смягчит все это дело, и будет очень хорошо. Тон готов. В принципе, а если у меня какие-то сильные, знаете, проблемы на коже или прям они очень-очень, их много, они явные, я делаю гораздо более плотное покрытие, и сейчас, я думаю, мы можем обойтись без него. Давайте перейдем к бровям, потому что мне прям дискомфортно сидеть с таким лицом, не закончено. Для бровей я использую сейчас карандаш от Benefit. Я вам уже их показывала, у меня целый набор был. И это пока тот карандаш, который я чаще всего использую, не чаще всего, а только его использую. Но я не то чтобы в восторге, честно скажу, но у меня пока что другого нет. Когда есть настроение, причем я могу накраситься так получше, сделать более ровный, плотный тон, подвести правильно брови, знаете, внизу консилером подровнять все это. Но как-то со временем уже этого вообще не хочется, хочется немного более естественным быть, оставаться в кадре. Поэтому стараюсь, не стараюсь, а у меня даже времени нет, такие макияжи делать. Сейчас, если что, у нас будет мега быстрый макияж, то есть ничего такого, там не часовое видео, я надеюсь, получилось. Нам остались только глаза, губы и румяна, все. Брови есть еще, в конце пройдемся с вами гелем по ним. Пользуюсь вот такую палетку от The Balm. Я не знаю вообще, продается она сейчас или нет, по-моему, продается все. Она нравится мне тем, что здесь матовые оттенки, они вообще шикарные, идеальные, и на камере они смотрятся ярко, хорошо и не пятнят. Это очень классно. Берем кисть подлиннее для того, чтобы сделать, прорисовать складку. Я беру вот такой оттенок, такой холодный, коричневый, Matt Rossi называется. И зеркало, наверное, мне пригодится. Просто прорисовываем складку, ничего такого. Здесь небольшое пятно у меня получилось. Сейчас поправим. Получилось очень естественно идти, и теперь снизу нам нужно подвести, чтобы все это соединить. У меня почему-то все кисти очень грязные, и здесь продуваются оттенки Анастасии Павер Ихиллз. Как вы видите, у нас очень естественные получаются тени, это очень классно, и из-за этого я обожаю такие оттенки. Теперь берем какую-нибудь плоскую кисть. У меня, к сожалению, нет какой-то поблизости другой. Возьмем вот такую и нанесем вот этот оттенок, он такой тепленький. Его нанесем на все оставшиеся века. Он с небольшой такой розовинкой, мне кажется, и в сочетании вот с этим холодным оттенком в складке, он дает очень красивый эффект. Мне очень нравится, я даже смотрю какие-то свои видео, ну если проверяю что-то или включаю, и мне это всегда очень нравится, когда именно такой макияж глаз на мне, со стороны. Просто такие оттенки крутые с голубыми глазами, очень сочетаются, они их прям подсвечивают. И всегда чистой кистью немножечко вот так проходитесь по контуру, чтобы не делать его каким-то резким, чтобы постараться все же смягчить. А дальше все очень просто, мы уже будем сейчас завершать глаза. Берем карандаш, у меня вот такой карандаш от Клиник, не знаю, есть фокус или нет. Входим по линии роста ресниц, чтобы потом растушевать, поэтому можно не очень сильно аккуратно это делать. Совсем немножечко, просто чтобы оттенить немножко глаз. И растушевываем. Вот вы можете сейчас сравнить, здесь у меня есть карандаш небольшая линия, здесь нет. И здесь получается глаз более четкий, более такой выразительный. Мне это очень нравится, это небольшой такой трюк для тех, у кого такие светлые ресницы, как у меня, и вообще такой тип нежности. В жизни мне нравится совершенно без всего, без карандаша, без теней, как у меня глаза смотрятся и в принципе лицо. Но на видео я прям моментально теряюсь, становлюсь такой прям бледный, непонятный и вообще не видно черт лица. То есть у меня засвечивает его, я не знаю. И все это смотрится не так хорошо. Да, еще сейчас прохожу систему пилингов, наверное, потом сниму видео. Это не реклама ничего, это я сейчас плачу бешеные деньги за это, за все, чтобы как-то ситуацию с лицом исправить. Потому что у меня очень-очень жирная кожа. В какой-то момент я прямо испугалась. Сейчас, если вы не против, я немножко волосы заколю. Испугалась, пошла ко врачу, у меня с гормонами все в порядке, совсем все в порядке. И сказали, в принципе, что у меня тип кожи очень хорошей, что жирная кожа медленнее стареет и так далее. И как бы это неплохо. Но пилинги помогут как-то выровнять недостатки, ну знаете, сделать пигментные или темные пятна светлее, вывести прыщи какие-то оставшиеся и так далее, и так далее. И действительно, мне очень нравится, как она, знаете, такая натянутая, упругая становится. Правда, сейчас вблизи, в жизни у меня прям кусками сходит кожа, но это меня не смущает, потому что я знаю, что дальше должно быть все очень хорошо. Дальше берем с вами хайлайтер. У меня хайлайтер от Becca, новенький, он шикарный, я его обожаю. Еще у меня есть хайлайтер от MAC, ему уже 6 лет где-то. Там очень крупные блестки, он, в принципе, устарел. И я только сейчас, не так давно стала понимать, что он мне не подходит по оттенку, что он мне желтит очень сильно. Вот как выглядит этот хайлайтер. Всем привет, там мы с вами. Набираю вот на такой бочонок и наношу в уголок глаза. Так. Дальше берем на подушечку пальцев и наносим хайлайтер на внешний, на внешний. Короче, на галочку губ. У меня была очень сложная неделя, если честно, и я не соображаю вообще о том. Половину того, что я говорю, я не очень понимаю. Короче, была очень сложная неделя на работе. Так. Дальше берем с вами тушь. Тушь. Тушь у меня Colorance, кстати говоря. Я вообще в восторге за последние несколько месяцев. Я купила столько продуктов, которые хотела попробовать, и они все оказались очень классными. То есть у меня практически разочарований, по-моему, даже и нет среди косметических брендов. Продуктов, точнее. Эта тушь, по-моему, новенькая. У них вышла последняя, розовенькая. 4D маскара или что-то такое. Все ссылки, все какие-то названия, все в описании. Посмотрите оттенки. Я сейчас могу забыть, что-то сказать. У меня эта тушь нравится тем, что, во-первых, она добавляет объем, но она смотрится достаточно естественно, не смотрится как-то странно. И плюс, у меня нет на нее аллергии. Потому что у меня на многие туши стала проявляться очень сильная аллергия, резкая прям. Глаза слезятся. Чешется и хочется все сразу смыть. Вот, посмотрите разницу. Она, конечно, не сильная, но мне не хочется прямо делать какие-то супер искусственные глаза. Мне очень нравится, как выходит. У меня прошло где-то 15 минут. У вас, наверное, поменьше. Я потому что мотала какие-то моменты. В принципе, 15 минут для макияжа уже это даже не так долго. С учетом того, что я с вами разговариваю. И если бы я не говорила, наверное, я делала бы это быстрее. Короче, суть в том, что я не заморачиваюсь сейчас с мейкапом. Прямо вот эти все вырисовывания, все эти штуки. Может, мне это захочется попозже. Но сейчас я делаю такой, знаете, минимальный макияж, который, в принципе, подчеркивает мои достоинства. Кит скрывает недостатки. И все. И я снимаю видео. Дальше берем румяна. У меня румяна от Бека. Они тоже обалденные. Оттенок Flower Child называется. Оттенок Flower Child. Очень красивый. Очень свежий. И он классно еще сочетается вот с этими тенями, про которые я вам рассказывала. Вот здесь у меня проявляется прыщик. Надо его замазать. Сейчас будет. Смотрите, какую свежесть он сразу добавляет. Просто. Я немножко побольше наношу всегда. Не знаю, почему мне не остановиться. Вот сразу просто лицо становится такое свежее. Это очень классно. Сейчас еще надо сухой шампунь нанести, потому что у меня объем вообще что-то пропал с головы. На улице сыр и дождь. У меня сразу волосы все падают вниз. Последний штрих это помада для губ. Я пользуюсь вот такой. Это в Saint Laurent. Уже тоже в течение месяца. Она очень красивая. И она держится очень долго на губах. Она матовая. Но она и дает такое естественное покрытие. Не знаю, как объяснить. Может дело еще в оттенке, что он такой. Я наношу ее без карандаша. Наверное, лучше было бы с ним. Но как есть. Сейчас она высохнет, перестанет блестеть. Это матовая. То есть она впитывается. Немножечко так и оставляет. Ну не тинт, но такой эффект. На губах красивый. И давайте еще брови зачешем. То, о чем я говорила. И добавлю консилера немножечко на свой прыщ. Потому что его что-то видно как-то. Давайте прям на палец я наберу консилер. Вот так. С палочки с этой. И немножечко прихлопну. Да, еще насчет консилеров. Берите для лица всегда консилер тон в тон для вашей кожи. Потому что мы обычно берем консилеры светлее нашего тона. Для того, чтобы замазывать круги глазами или темные участки. Но для лица они наоборот. Они будут слишком светлые. И они подчеркнут все ваши недостатки вообще. Поэтому обращайтесь на это внимание. И не знаю. Все равно, наверное, его сейчас будет видно. Я буду записывать. Но как есть. Потому что кожа отходит. И вот так не замовит нормально. Все. Макияж готов. В принципе, мне очень нравится такой. И вы часто спрашиваете, как я его делаю. То есть надеюсь, что он вам тоже нравится. Сейчас надо найти бальзам. У меня гель для бровей. У меня гель для бровей Вивьен Сабон. Но он уже старый. И он немножко такой. Уже непрозрачный. То есть он постоянно набирал продукт для бровей. И все в себя забрал. Совсем немножко я укладываю ресницы. Ресницы. В брови. Все. Я разговариваюсь. Уже не могу. Все. Все. Это весь макияж. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. На мой инстаграм. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok